добрый день друзья и гости моего канала сегодня мы с вами поговорим о таком растении как жимолость или каприфоль это необыкновенно декоративный во время цветения листопадный вьющийся кустарник жимолость предпочитает светлые места но легко может переносить и полутень только учтите что в полутень она больше наберет зеленую массу нежели обильного цветения все виды этого растения пригодны для вертикального озеленения для того чтобы жимолость развивалась правильно ей нужна опора хочу вам показать свою жимолость которая радует и наполняет мой сад и двор необыкновенным ароматом который ближе к вечеру усиливается даже моей кошечки нравится этот аромат она постоянно здесь отдыхает и хорошо себя чувствует именно под этой лианой жаль что цветение продолжается только один месяц плоды жимолости каприфоль ядовитые будьте осторожны особенно у кого есть маленькие дети их кушать нельзя размножается каприфоль черенками семенами отводками и делением куста жимолость относится к легко укореняющимся растениям поэтому применение стимулятора в роста не обязательно высаживать их лучше всего весной начинают они цвести через два-три года после укоренения а при размножении отводками через один-два года можно размножать и семенами но семена обязательно нужно стратифицировать а а как стратифицировать семена вы найдете ссылочку у меня в описании стратифицировать семена нужно полтора-два месяца при температуре минус пять нежные всходы нужно притянять чтобы на них не попадали солнечные лучи сеянцы зацветут через три-четыре года после посева в качестве удобрения весной можно использовать птичий помет или навоз я вам советую посадить обязательно на своем участке эту шикарнейшую лиану которая хоть и раз в год но она обязательно порадует вас необыкновенными и изысканными цветами ну и конечно же не забудьте подписаться на мой канал люблю цветы если понравилось мое видео обязательно делитесь с друзьями а я желаю вам приятного просмотра до встречи пока